Здравствуйте, уважаемые любители Старкрафта! С вами Русайур, и сегодня мы посмотрим такую довольно интересную игру. Конечно, она в нубском исполнении в моём, но всё же кое-чему поучиться стоит. Некоторые элементы встречаются и в более профессиональных играх. Играю я на карте Питон, ПВЗ, противник мой МСЖР ЗОПУКС, сам я МСЖР УСАЮР, просто играю за другой аккаунт, ЕПЗНЕЙМ, зарегистрирован, честно скажу, в другом клане ещё, есть такой грешок. Но в том клане всего два человека, и мы с этим вторым человеком просто два на два играем иногда. Поэтому, я думаю, из основного клана меня за это никто не исключит. Итак, ПВЗ. Я ставлю пилон. Вот было время, я вычислял на каждой нычке, где и как надо ставить застройку. И потом пару лет не играл и забыл, как её правильно ставить. У меня получалось так, что под пилоном фаража слева где-то фотонка и барак там ещё влезал. Короче, получалась дырка шириной в одного драгуна. То есть её можно легко перекрыть там зилотом или двумя зилотами. И зерк ничего не сделает, до фотонок никак не доберётся. Даже если там прибежит две пачки собак на две-три фотонки. Сейчас пока разведаю. Думаю ставить... Вот почему-то у меня такая мысль в голову взбрела, что... Раз зерговский овер там ещё далеко летит, поставлю-ка я 12-й Нексус. То есть он ещё долго и зерг не будет знать, где я нахожусь. И сейчас коплю как раз на вот этот 12-й Нексус минералы. Приезжаю к зергу параллельно. Смотрю, у него уже достроен пул. Заказаны, скорее всего, собаки, потому что такой ранний пул ещё газ таскается. То есть там либо ранняя мута у зерга будет, это вообще с одного хача. Либо вот собаки со скоростью, потом рабочие перестанут собирать минералы, поедут... Фу, перестанут собирать газ, поедут собирать минералы, и дальше будут строиться только собаки. И там второй хач, может быть на второй базе, может быть на мейне. Ну это если играть не по стандарту. Враж собак с девятой хаты. Вообще, по стандарту, там дальше надо ставить два хача на двух базах. Потом ещё два хача, ну и так далее. Я зерговский стандарт, если честно, знаю плохо. Вот здесь получилось мне интересно обмануть зерга. Тот овер, которого видели слева в центре. Он, видимо, как-то то ли не долетел, то ли плохо долетел поздно, и зерг не знал где я. И получилось обмануть, из-за этого двенадцатый нексус выжил. Так бы, конечно, если бы зерг знал где я, он, конечно, бы меня убил. Здесь я очень криво, очень криво бы закрыл. Думал, собаки будут кромсать фотонки. Собаки взяли, пробежали на мейн. Ну, немного поразмыслил. Думаю, ничего страшного. Отправил... Как раз достроился двенадцатый нексус. В результате я потерял вот этот переезд рабочих. И четыреста минералов на нексусе. О чём сейчас напишу... ...своему противнику, и он что-то там даже ответит. Вообще интересно, я хотел... ...получить два нексуса. Получил один нексус, а ещё четыреста минералов потерял. После этого думаю... ...глупо как-то там наверху собаки. Пока я ищу два зилота там с пробкой или двух зилотов на строе. Думаю, надо менять стратегию, раз потерял всего четыреста минералов, играть с одной базы. Со второй базы, которая вместо первой. Ну и... ...короче, вот сижу, вот играю. Немало места теперь. Мейн вообще маленьким стал. Сейчас... ...такой лольный момент ещё будет. Фотонка каким-то образом... ...вот почему эту собаку видно. Наверху, здесь справа. На рампе. Её же не должно быть видно. Вот это интересно. Там ведь... ...наверх-то здание не светит. Короче, теперь мой план... ...на игру... ...такой... ...построить... ...там с одной базы... ...быстрых зилотов, темпларов. Как-то от зерга отковыряться. Потому что, знаешь, противник... ...не очень сильного уровня. Ну, теоретически уже... ...как бы я проиграл против нормального игрока. Вот Фотонка убила собаку на рампе. Я не понимаю, как это случилось. Совсем не понимаю. Решаю съездить к зергу, посмотреть... ...может там не всё так плохо... ...и он стал на какой-нибудь там... ...ол-инд с одного хача... ...и тому подобную глупость. Ну, то есть, если... ...там нормальность зерга, хороший... ...вот, уже вижу муту. ...и три ха... ...три ха... ...три ха... ...три ха... ...три ха... ...три ха... ...три ха... ...извините. От муты решаю поставить... ...много фотона, ка чё ещё остаётся? Больше как бы... ...ничего... ...не выйдет... ...сделать... ...в этой ситуации... ...которая оказалась... ...по глупости. Вот мута прилетает... ...я думаю, всё, мне хана. Потому что потомки не достают. Ну, по счастью, потомки достраиваются... ...и мута как-то... ...там было всего 4 муты почему-то. ...и как-то она слилась вообще. Ну, в итоге вот этот слив муты... ...в принципе... ...уравнял шансы... ...от потери моего 12-го... ...нексуса... ...то есть у нексуса на мэйне. Ну и разведал я даже... ...не смотря на то, что трехачаи... ...сё равно, думаю, можно ещё поиграть. ...поэтому... ...третий барак ставлю. ...тампларня строится. Ну, в темпларне... ...сейчас, в данный момент... ...выше, наверное, заказывать... ...не архонов, а... ...тампларов просто... ...псишторм, чтобы пускать. Потому что... ...архоны... ...если муталы прилетят в большем количестве... ...у меня так база хреново застроена, что... ...арда... ...архонам просто не пройти путь... ...между этими... ...тампларнями, фатонками... ...и так далее. Зерг какой-то... ...конечно, слабоватый попался. В общем-то... ...до конца игры можете не смотреть... ...если никому не интересны. Дальше тут будут атаки, но... ...зерг как-то... ...не очень в макро развился... ...поэтому атак будет не так много... ...и... ...я их... ...попытаюсь, конечно, отбить. ...что... ...забегая вперёд... ...у меня вполне получится, но с трудом. Вообще здесь надо было... ...быстрее занимать аппарат на свой... ...нексус забирать... ...развивайте пси-шторм... ...зачем-то архона смутировал... ...аспугался чего-то... ...прибежала гидра... ...у меня разработан пси-шторм кажется... ...или ещё не разрабатывал, а из-за этого смутировал... ...барконе... ...вот не помню... ...ну и гидры на самом деле... ...должно перемежать уже почти полторы... ...ну вот эту жалкую кучку... ...восемь-девять видов... ...почти полторы две... ...почему-то их нет... ...решаю всё-таки занять... ...нексус обратно... ...свой... ...изил там вот зря... ...изил там в разведку не прошёл... ...не пожертвовал... ...зил там... ...тогда может быть... ...лучше армию построил бы... ...и что-нибудь ещё... ...добавил технологии там... ...здесь слив... ...глупски совсем хуйни... ...направил Архона назад через атаку... ...он, конечно, пошёл в гидру... ...вместо того, чтобы... ...назад возвращаться... ...и его добили тоже... ...паньки начинают выставляться ещё фотонки... ...зилты пытаются делать вид, что их много... ...хотя их всего три человека... ...в это время... ...пытаются достроиться фотонки... ...грамотный зеркал пошёл бы влево... ...купил бы эти фотонки... ...гидрой... ...потом отбежал бы от зилатов... ...дождался ещё гидры... ...пошёл бы опять вот так... ...это зеркал что-то... ...не очень так... ...не очень... ...не очень агрессивный... ...вот интересно... ...будто там одна что делала... ...там овер должен висеть... ...а вместо этого мута висела... ...а овер как я потом плейплею видел... ...овер он висел справа... ...почему-то... ...может он туда долетел... ...меня даже не нашёл... ...из-за этого... ...в начале игры... ...получилось 12-й nexus отстоять... ...с потерей... ...главного nexus'а... ...на миникарте видно гидра... ...уже достаточно много гидры так... ...в принципе... ...думаю сейчас меня раздавят... ...должны... ...должны... ...вот здесь на мэйне осталось две собаки... ...я их вообще не заметил... ...пришлось отменить потонки... ...и опять собаки что-то затупили... ...напало... ...бежать эти потонки кромсать меня... ...и добивать nexus... ...потому что здесь гидрой он отвлекает... ...и меня туда на верхнюю плечу сидел... ...и так мало... ...спасает только застройка... ...две верхние фотонки... ...которых по половинке торчало... ...блин... ...в экране... ...сверху... ...вот они как раз спасают положение... ...гидре не дают близко слишком подходить... ...вот у меня сейчас один только шанс... ...как бы отсидеться за застройкой... ...построить достаточное количество армии... ...выйти и занять еще базу... ...критап тоже отсидеться... ...еще большая армия не сделать... ...с риверами... ...с темпларами... ...со всем-всем-всем... ...ну кроме судей... ...судьи я в ПВЗ не использую... ...хотя может быть на поздних стадиях игры... ...это бы имело смысл делать реколы бы... ...а может быть и не имело бы... ...все-таки птички рулят... ...и так... ...занимаю ее... ...все-таки... ...теперь у меня две базы... ...это одна заканчивается... ...вторая... ...там полные минералы... ...не смотря на то, что это мейн... ...армия потихоньку копится... ...зерк-зерк-зерк наконец-то нагадался... ...нагадался... ...все силы бросил на убийство этих двух фотонов... ...но подставился... ...опять верхние фотонки выручают... ...подсвечивают... ...сверху... ...и опс еще... ...уже... ...должен быть по идее... ...вот сейчас не видим... ...есть опс... ...нет опса еще у меня нет... ...я его построил... ...догадался, что юркеры будут... ...хотя они позже... ...чем надо... ...абсолютно позже... ...ну... ...обсерваторию поставил... ...подумал выходить скоро... ...на зерга... ...так как... ...получается отбиваться от него... ...и даже можно армию подкопить... ...и две базы заработала... ...вот от нормального зерга точно бы... ...сейчас уже гварды прилетели бы где-нибудь сбоку... ...два гварда... ...три... ...очень бы отвлекали... ...потом с другого боку еще два гварда... ...когда все это внимание тратится... ...а зерга это дешево стоит... ...а то с... ...четыре гварда... ...с четырех сторон атакуют... ...их никак вообще не убить... ...потому что они улетают... ...это все штормов там... ...и потом опять... ...не обращать внимание... ...потихоньку начинает сносить здание... ...пока отвлекаюсь на другие дела... ...ну здесь пока еще только люркеры... ...так что... ...ничего в принципе страшного... ...можно... ...можно конечно было бы роботикс на второй базе... ...воткнуть и... ...построить парочку риверов... ...в этой закрывалку... ...выйти с риверами... ...убить... ...прям два счета... ...но... ...как видите здесь... ...риверять... ...ник воткнуть негде на второй базе... ...поэтому пришлось... ...воткнуть справа... ...и отказаться от ривера... ...здесь как раз... ...заметил... ...потон... ...подубила люркера... ...решил добиться штормом... ...драгуны во время вышли... ...убили еще люркеров... ...снивая темплара... ...запутался в двух звётах... ...и остается один люркер... ...которого... ...нет еще не сейчас... ...надо еще заказать... ...старпорт неизвестно зачем... ...все равно ловеры уже быстрые... ...за минутнадцати... ...должно быть уже много... ...дизно зерк решил... ...просто вовремя топить... ...что ли... ...и у него... ...пока... ...вроде как получается... ...но... ...тост все равно прорвется... ...хоти прошло уже 15 минут... ...интринадцать... ...потому что у ТОСа... ...мощная довольно таки армия... ...вот... ...пилоны... ...пилоны не надо забывать... ...опа... ...играть было... ...конечно весело... ...комментировать... ...немного скучно... ...тут опять... ...а тачки... ...зерк все-таки решил... ...не потолки всех поубивать... ...но как-то... ...сунулся вот... ...те потолки за... ...нексусом... ...две... ...они... ...хорошо решеннули... ...но... ...армию... ...постудили... ...люркеры... 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 ...не суждено добить... ...вот остается... ...последний люркер... ...сбивает... ...много... ...я понимаю... ...поджали... ...сейчас добьют... ...тому же... ...собак... ...гитры... ...забежал... ...много... ...но вот эти вот... ...потолки за лексосом... ...не почему-то... ...почему motos спасались... ...сейчас вообще... ...Этох одна... ...потолка... ...она будет очень долго... ...дупай сетесь оттуда... ...в ciąisas... ...из-за прикрытия... ...нексуса... ...взерх не честного... ...не сможет сделать... все это время... Я даже не разведывал, есть ли у зерга третья пазл или нету. По идее, уже должна быть пятая. А то и шестая, судя по тому, сколько я здесь сижу. Да и собаки обычно убивают друг друга. Корсарчики, корсарчики все-таки пригодились. Долгое получилось играть, надо закончить побыстрее. Уже практически нечего комментировать. Потому что все уже и так ясно. Зеркли, походу, все-таки добьет. Огромный минус в том, что я не высылал разведку. Не знаю, сколько у зерга паз сейчас. То есть он может просто такую армию маленькую держать для моего сдерживания, а сам занять всю карту и потом прийти лимитом собак-слонов и убить. А это вот все для вида делаем. Я вот думал во время игры так. Чуть-чуть постреляли мы по своей темпларне. Вторая форжа осталась. Потому что я ставил вторую форжу. Для того, чтобы... ...поставить какое-то препятствие на пути армии врага. Оставил его в ппхах, поэтому мои гуны тоже там тупят в этом проходике. Хотя он, по идее, с двух сторон. Хреново очень. Темплар висел под обсервером, поэтому не получилось на него щелкнуть вовремя. Но никак там энергия была. И его убили на халяву. Тут я смотрю, что зерк мне базу-то вроде как добил. Но минералы на ней закончились. Решил, что пора... ...дастраивать бараки. И выходить проверить. То есть с последней атакой. В надежде, что хоть что-то еще смогу сделать. Тут как-то рабочий из двух баз дарит достаточно много минералов. Даже на пару заказов в шести бараках или в пяти... ...хватит. Вот пять бараков у меня. И в пяти бараков я решил построить последнюю армию. Потому что минералы тоже скоро закончатся. И попробовать с этой армией либо... ...как-то убить зергу базу, либо занять свою базу... ...чтобы иметь возможность просто играть дальше. Потому что по-прежнему, по-прежнему я думаю, что... ...зерг занял всю карту. Хотя вот сейчас уже начал убеждаться в обратном. Что у зерга мало как-то мультик. Даже если займ будет весь правый край, все равно... ...это маловато, судя по тому, сколько прошло времени. Смотрю, рабочие ездят. В той стороне знаю точно, базы нет. Потому что сам там ставлю. Войска пошли в атаку, я ничего не вижу. Вдруг бы там люкеры с санками, все бы слилось уже половину войскам. Но тут почему-то, почему-то ничего нет. Может быть, это его не основная база. Может быть, правый край весь забит. Там слоны строятся пачками. Но видно это не так. Потому что он пишет ГГ, и игра заканчивается. Все, до новых встреч. С вами был MCJR Русайор.